Здравствуйте! Сегодня с нами Екатерина, специалист, ведущий специалист компании Чистовье. Компания Чистовье, как вы уже знаете, с нами сотрудничает и занимается производством одноразовой продукции, а также различных косметических средств и средств для педикюра и маникюра. И сейчас у нас будет интереснейшая тема, о которой расскажет нам Екатерина. Здравствуйте, Екатерина! Елена, здравствуйте! Очень рада с вами пообщаться. Тема у нас действительно крайне интересная и волнительная. Тема называется «Уборка рабочего кабинета». На самом деле существует такой парадокс, что тема, в принципе, простая, но и контроль со стороны проверяющих органов, он настолько жесткий, что, в принципе, вопрос бы не стоял. Чего бы она была такой волнительной, да, вроде бы, этой темы? Да, она была бы у нас волнительной. И на самом деле удивительный тот факт, что, например, у нас же с вами ни у кого из нас не стоит вопрос, а убраться ли дома, правильно? Мы каждый там либо нанимаем уборщицу, либо самостоятельно бежим домой стереть пыль и так далее. Но часто встречаются действительно вот эти вот баблашки, которые мы сами себе даем, именно мастера, которые в итоге могут привести к казусным моментам. К серьезным последствиям. Да, я бы сказала, да, вы правильно поправили меня, к серьезным последствиям. На самом деле многие мастера продолжают пренебрегать этими простыми истинами. И вот я как человек, поездивший по многим городам, могу сказать, что эта проблема, она повсеместна. Независимо от статусности салона и географии. Я уже молчу про домашних мастеров, которые принимают на дому, у которых у самой сейчас там маленький ребенок дома сидит и подвергают опасности не только своего клиента, но и себя, вот именно себя любимую, свои ручки, свое здоровье. А здоровье – это наш самый главный актив, который, ну, он должен приносить нам прибыль и радость, а не тот актив, в который мы как раз вкладываем деньги. Ну и что, вот еще в подводке хотелось бы сказать, что задача мастера, да, как вот мастера по маникюру, по дикюру, неважно, притмахерского направления, сделать свою работу качественно. Помимо качества еще и процедура должна быть безопасной, как мы уже сказали, как для себя, так и для клиента. Ну и в конечном счете все это дело можно свести к финансовой части, то есть либо, как главному манипулятору, да, рычагу давления на многих мастеров, финансовой части – это либо мы с вами можем заразить клиента, тем самым теряя этого дорогостоящего клиента и, соответственно, всех, кому он может радостно рассказать, всех потенциальных, да, мы можем заразиться самостоятельно, тем самым выбыть из рабочего графика, потерять деньги и потратив деньги на драгоценное здоровье. И, соответственно, третий фактор – это неминуемые штрафы. Ну и зачастую, вы знаете, вплоть до, бывает, до закрытия учреждения. Ну, соответственно, вот такой момент. Давайте перейдем к следующему слайду. Я не устану повторять законодательную базу. Давайте откроем слайдик законодательной базы. Я рекомендую нашим коллегам сделать скрин экрана, чтобы данные документы всегда у нас с вами были под рукой. Перейдем к следующему слайду. Я не буду очень долго задерживаться на законодательной базе. Мы можем, в принципе, по ней пробежаться отдельно при необходимости. Но на данный момент у нас с вами стоит вопрос об уборке и почему он так остро стоит. Мы на всех наших семинарах очень часто любим показывать слайдик с салонными инфекциями. Это как раз следующие два наших слайда. И основные, вот лидирующие позиции в этом списке занимают грибковые инфекции, вирус герпеса, вирус гепатита и, соответственно, стафилококковые инфекции. Слайды очень красивые. Мы обычно, как правило, на семинарах показали. Все мастера сразу стали чесаться. До конца семинара сидим, чешемся и думаем, а что же нам сделать, чтобы с нами этого не случилось. Значит, и поговорим о том, откуда мы можем получить эти инфекции. Это будет следующий наш слайд. Инфекции, источники инфекции, наглядно, очень понятны. Источником инфекции может являться наше оборудование. То есть это педикюрное кресло, косметологическая кушетка, недолжным образом обработанная, либо не обработанная вовсе, как часто это случается в салонах красоты. Дальше. Многоразовое белье, которое мы, как правило, пытаемся показать свою статусность, то есть предоставив мокровое полотенце, но иногда думаем, а зачем я его сейчас буду класть в стирку, если у меня еще трое же придут, оно вроде-то и ничего, и чистенькое. Ну и наш дорогостоящий инструмент, который нам зачастую элементарно просто жалко опускать в дезораствор и так далее, потому что... А дезораствор же портит, есть такой миг, да, мы об этом потом в дальнейшем поговорим. И поэтому, соответственно, мы, собственно, с вами и более подробно сейчас остановимся непосредственно на следующем слайдике. Это санитарно-противоэпидемический режим. Вот в общем, это вся наша глобальная тема, которая включает в себя четыре основных аспекта. Это, и наглядно мы можем посмотреть, опять же, на следующем слайде, это уборка нашего рабочего кабинета, это дезинфекция инструментария и рабочего места, сбор отходов, то есть инструменты и рабочее место мы делим отдельно на каждый пункт, потому что это очень большие общерные темы, и за раз это все, естественно, не охватит. И перейдем непосредственно к вопросу. У нас есть такое непонятное для многих слово, совершенно волнительное, непонятное слово дезинфекция. Если мы перелистнем следующий слайдик, мы увидим прям непосредственно описание, формулировку, потому что многие говорят, отдайте мне дезинфекцию для рук и так далее. Вот давайте сразу для себя уясним, дезинфекция, это, ну вот красиво сказать, это комплекс мер для уничтожения патогенных, условно-патогенных микроорганизмов, по сути, это химический препарат, который применяется для обработки как раз инструмента, для обработки наших дорогостоящих кушеток, бандочек для педикюра и так далее. Ни в коем случае дезинфектор не используется для кожных покровов, как многие думают, то есть это исключительно для неживого. Вот запомним, дезинфекция используется для неживого. На следующем слайдике у нас есть выдержка именно из санитарных правил, то есть мы будем с вами ссылаться в разговоре непосредственно не на мои слова, как сказала Катя Очеретенко, как многие, мы иногда разговариваем с мастерами, и я задаю вопрос, а вот на основании чего вы так решили, да, вот какой-то спорный момент, вы с чего это вообще решили? А мне вот там сказала подружка Маша. Ну, а проверка будет проходить не по словам подружки Маши, а все-таки, да, на основании законодательной базы именно этих документов. Мы их должны, в принципе, знать как прописные истины. И вот на следующем слайдике как раз мы видим выдержки непосредственно из Санпина, и два основных понятия нашей сегодняшней темы – это текущая уборка и генеральная. Чем же они отличаются, как они выполняются, мы прям подошли с вами к сути вопроса. Стараемся максимальное время этому уделить. Первое, что я хотела бы затронуть – это текущую уборку. Текущую уборку ей не надо пренебрегать, ее нужно делать два раза в день, в том числе по окончанию рабочего дня. То есть, как многие мастера говорят, а зачем? Я как бы, ну, я же завтра приду еще раз, уберу, да, за это время наша патогенная, условно-патогенная микрофлора замечательно цветет, расцветает, пахнет, на следующий день будет еще веселее все. Но это, опять же, это все моим языком сказано, на самом деле все печально и грустно, как мы знаем. Текущая уборка включает в себя обработку, влажную уборку помещений рабочего нашего с вами, включая плинтуса, рабочие поверхности наши, соответственно, мебель, все-все-все мы, соответственно, обрабатываем моющим средством с обязательным использованием дезинфицирующего средства. То есть, не просто помыли мистером Пропером, да, и считаем, что работа выполнена, но, естественно, в обязательном порядке применяем дезинфицирующего средства. Текущая уборка у нас с вами проводится два раза в день, повторюсь, по бактериальному режиму. То есть, здесь не нужно, я очень часто буду повторять, что, например, дезраствор может разводиться по инструкции, здесь никаких отступлений плюс-минус, там, 1%, 2% нет. Здесь четко по бактериальному режиму текущая уборка разводится так. Ой, проводится, прошу прощения. Следующая, генеральная уборка. То есть, текущую мы с вами выполнили и забыли, счастливые. Генеральная уборка проводится один раз в неделю в обязательном порядке с устоявшимся графиком, то есть, мы должны с вами составить график уборки на ближайший хотя бы месяц, назначить ответственное лицо, это как минимум с юридической стороны нас с вами обезопасит, да, то есть, при, например, наступлении проверки, при каком-то несоблюдении требований, уже не руководитель салона или мастер будет отвечать, да, за вот нарушение, а ответственное лицо. То есть, это тоже очень важно, потому что отвечаем мы копеечкой, как положено. Как правило, генеральная уборка проводится не реже одного раза в неделю, повторюсь, влажная уборка проводится всех помещений, всего вашего учреждения коммунально-бытового назначения, мы говорим без затрагивания медицины, да, мы говорим исключительно про комбит, про салон красоты, включает уборка в себя обязательно промывку плинтусов, стен, потолки, все лампы, все абсолютно рабочие поверхности. И знаете, в этот момент я, как правило, вот чтобы девочки, мальчики, все мастера могли запомнить, я всегда привожу в пример Лену Летучую, которая приходит, одевает вот эти белые перчаточки, да, и везде лазит, говорит, ой, а здесь вы не помыли. Вот, собственно, вот этот момент запомните. Роспотребнадзор полезет туда, куда мы-то как раз с вами и не любим лазить, потому что как думают, да ладно, там-то за тумбочкой давно никого не было, да, и никому это не надо. Вот это очень важный момент, то есть генеральная уборка промывает абсолютно все, она проводится во всем помещении целиком. И генеральная уборка проводится уже по противовирусному режиму, то есть более сильный концентрат разводится. Включает в себя также, я не упомянула, вентиляционные системы, в которые мы месяцами не любим лазить, да, как правило. Следующий слайд у нас покажет нашим мастерам, как должен маркироваться инструмент, ну, уборочный, да, инвентарь. То есть здесь очень важно помнить такой момент, что уборка в салоне красоты – это не дома, мы не убираемся одной шваброй и одним ведром, и одну тряпочку где-то взяли, не понравилось, взяли другую. Нет, для каждого отдельного направления, будь то парикмахерская, маникюр, педикюр, да, ногтевой сервис, это будет косметология, для каждого отдельного кабинета существует отдельный уборочный инвентарь, который должен быть в свою очередь промаркирован. Вот здесь можно вспомнить, у нас на слайдике отличная как раз приведен отличный пример, как в больницах у нас до сих пор такое присутствует, ведро металлическое обычное, да, и на нем красным лаком написано ведро для палаты. У нас недавно лежала как раз с дочкой в больницу, попали, и вот она ходит в уборщицу, у нее прям красным лаком и на швабре везде написано. То есть требований к маркировке, вот таких, как это написать, каким почерком и красиво, нет. То есть вы можете написать от руки, лаком, маркером, чем угодно, либо вы можете готовые наклеечки приобрести, мы про них сейчас поговорим. Самое главное, чтобы человек, ответственный за уборку, мог различить, для чего это нужно. Вот мы в самом начале показывали инфекции, которые можно получить в одном или в другом направлении. Мы их, опять же, не разделяли отдельно на ногтевой сервис или парикмахерское направление, косметологию, потому что не имея разного инвентаря, вы просто элементарно разнесете это все по всему салону. Тетенька-уборщица пришла, говорит, ну я тут швабры махала, и вроде все нормально. Это не про нас, это не офис, это не квартира, согласитесь, у нас должна быть чистота. И как раз на следующем слайде мы можем с вами видеть непосредственно, ну у нас слайд называется «Журналы по ведению учета и контроля дезрежима». И у нас там представлены вот такие наклеечки, я их себе тоже взяла. Вы можете для экономии времени, вот такие наклеечки как раз-таки можно приобретать у любого поставщика. На них могу поближе показать, то есть прям четко идет маркировка, не знаю, видно, нет швабры для пола, ведро для такого-то кабинета, или ведро для коридора, ветош, подобное и так далее. То есть все четко, включая каждую тряпочку, все для отдельного направления должно быть отдельно, все свое. Чтобы не было вот этого бессистемной уборки, перепутывания вот этой патологичной передачи вот этих микроорганизмов. И давайте поговорим, очень хочу затронуть непосредственно само дезинфицирующее средство. Мне бы хотелось просто помочь нашим мастерам многим выбрать дезинфицирующее средство. Мы не говорим про какую-то конкретную марку. Я могу просто одно сказать, что на данный момент на рынке дезинфицирующих средств присутствует у нас более 600 наименований. И при всем этом многообразии нужно понимать, а что же мы хотим. То есть опять же, где средством есть четкие требования. И вот почему еще очень важен момент правильного выбора дезинфицирующих средств. Мы с вами всегда обращаем внимание на цену. Мы хотим, естественно, сэкономить, правильно, потому что это ежедневно, ежеминутно нужно использовать. И всегда хочется купить качественно и дешево. Плюс при всем многообразии косметических средств у мастера на столе, в тумбочках и везде, да, ну вот в принципе в салоне красоты, нам как раз еще и не хватало, да, целой батареи всевозможных там средств для мытья пола, шампуней, порошков и разных дезинфекторов, чтобы одно сюда, одно туда. Да, вот здесь как раз все гораздо проще. На данный момент на рынке существуют универсальные средства. Мы как раз сейчас, ну, примеры можем видеть на экране. Там как раз есть табличка, что должно включать в себя дезинфицирующее средство. На данный момент существуют средства, которые объединяют в себя два основных понятия, которые сейчас, кстати, в САМПИНе также прописаны, что оно должно не только проводить дезинфекцию, но и мыть. То есть моющий эффект на данный момент включается в очень многие дезинфицирующие средства. Не надо покупать отдельно там за 500-700 рублей дезинфицирующее средство, и плюс дополнительно еще купить там за 150 рублей какой-нибудь мистер Пропер, образно говоря. Да, мы взяли одну бутылку литровую, и из нее добавили несколько миллилитров в соответствии с инструкцией его как раз-таки воду, и провели текущую либо генеральную уборку. Конечно, хотелось бы, чтобы обращали внимание мастера, что дезинфицирующее средство должно проводить обработку по трем основным типам. Это бактериальный режим, противогрибковый и противовирусный, потому что в парикмахерском направлении у нас одно, в маникюре, в педикюре и в косметологии у нас другое. Там более опасная, да, может присутствовать патогенная микрофлора. Также, на что бы мне хотелось обратить внимание, это на класс опасности. Мы с вами говорим про химический раствор, и он условно опасен, да, то есть это не вода, это, ну, как любое химическое соединение может нанести вред здоровью человека. Вот на данный момент на рынке присутствуют средства четвертого класса опасности, то есть из пяти возможных, четвертый, это вот, ну, практически пятый это вода, четвертый это вот такие дезинфекторы присутствуют. Что, о чем говорит четвертый класс опасности? О том, что его можно развести в присутствии человека, вы открыли ванну для дезинфекции, посмотрели, у вас мутный раствор, вам нужно экстренно провести дезинфекцию, а, как правило, на данный момент многие детсредства позволяют провести, там, минутную, пятиминутную экстренную дезинфекцию, обработку. Вот как раз, а раствор у вас, например, уже мутный, что мы можем сделать? То есть, например, со вторым классом опасности вам придется попросить клиента выйти, одеть маску, открыть окно для проветривания помещения, так как он может содержать хлороподобные вещества, и в этом случае уже, ну, это как минимум, согласитесь, это некрасиво, некорректно по отношению к нашему дорогому клиенту. Четвертый класс опасности позволяет развести в присутствии клиента, и он не требует смывания. Опять же, очень важен момент касательно, вот это при клиенте, да, очень интересен момент, когда клиент видит отношение ваше к нему, да, то есть, вот у меня, например, на прошлой неделе ездили на свадьбу, приехали друзья из Питера, едем в машине в пробке, она мне говорит, ты представляешь, я тут сходила, говорит, на маникюр, ну, перед свадьбой-то надо же сделать, говорит, сходила на маникюр, мне так не понравилось, что конкретно-то тебе не понравилось, ну, что-то не так сделали, некачественно или что? Она мне говорит, нет, она же должна из специального пакетика достать инструмент, она из тумбочки достала, то есть, вы понимаете, человек, ну, я как бы человек, вот, ну, разбирающийся в этих нюансах, я-то знаю, что такое крафт-пакет, я знаю, что такое десредство и так далее, да, здесь человек абсолютно не понимает смысла, но он где-то увидел, да, вот мы говорим про образованность наших клиентов, он где-то увидел, он где-то прочитал, она понятия не имеет, зачем эта ванна нужна, зачем этот крафт-пакет нужен, но, цитата, она не достала из специального пакетика. Я говорю, Настя, ты в курсе, зачем этот специальный пакетик вообще нужен? Она говорит, ну, наверное, чтобы меня ничем не заразить, все, как это работает, какой принцип, сколько там, как хранить и так далее, никто ничего не знает, подписан этот пакет или нет, а то, что она могла перед ней положить, и при ней красиво достать, то есть, да, как бы, и, по сути, дезинфекции, стерилизации не были бы выполнены, это работы. То есть вот такие моменты, когда мы говорим, что можно развести при клиенте или достать при клиенте, это повышает уровень лояльности клиента к нам, то есть у нас сейчас большинство людей как раз-таки осведомлены о том, что, ну, мы сейчас живем на рынке уже, где правит клиент, да, они не поставщик услуг, поэтому нам приходится под них подстраиваться, они понятия не имеют зачем, но так надо, значит, вы не положите делать, да, соответственно. Вот такой нюанс, соответственно, присутствует, это буквально, говорю, неделю назад был пример у меня лично, поэтому я уже понимаю действительно, что большинство клиентов наших с вами, они уже, они уже во всем разбираются, и, ну, вот этот нюанс вот тоже играет большую роль. На следующем слайде мы можем наблюдать такую замечательную вещь, как экспресс-контроль, тест-полоски экспресс-контроль, они вот, они у нас вот в таких баночках присутствуют на рынке, то есть не важен производитель, важно, чтобы эти полоски подходили к вашему дезинфицирующему средству. Для чего они нужны? То есть это тоже каждому мастеру необходимо приобрести. Для чего они нужны? Работает крайне просто, никаких сильных, скажем так, заморочек, то есть вот обычная, да, маленькая полосочка, развели раствор, проверили себя для успокоения, а правильно ли я развела? Кто-то же еще любит экономить, а кто-то как у нас с вами любит? Я, говорит, на ночь поставила, утром пришла, у меня все чисто, да, то есть чем дольше стоит, тем лучше. Нет, это неправильно. Есть четкое время экспозиции по инструкции к дезинфицирующему средству, мы должны выдержать именно это, это время. И для того, чтобы проверить, правильно ли прошел процесс дезинфекции, мы можем как раз применить вот эти полосочки, развели раствор, он сейчас разводится там не каждый день, да, там не два раза в день, а его зачастую можно целый месяц одну и ту же ванну, да, используют с одним и тем же раствором. Соответственно, один раз развели, взяли полосочку, макнули, проверили, у него там же на упаковке, на коробке есть цветовое различие, то есть сразу можем сравнить и понять, как лакмус у нас в школе всегда, да, мы применяли, проверили, все сошлось, значит, ну, все работает нормально, потому что если мы неправильно разведем, где-то лишнюю капельку пожалеем, значит, дезинфекция не, процесс дезинфекции не будет проведен корректно. Если мы перельем лишнего, как кто-то говорит, да, я колпачок налила, это тоже не работает, неправильно, то есть если много, это не значит, что процесс обработки будет проведен корректно. Ну и, соответственно, мы можем этими же тест-полосками проверить на данный момент, вот текущий момент, действенность раствора, скажем так, да, то есть использовали мы его неделю, но сомневаемся, он не помутнел, цвет не поменял, лишнего запаха не появилось, ну а вдруг он уже неэффективен. Берете тест-полосочку, они недорогие, макнули, проверили. Если, соответственно, цвет соответствует заявленному на упаковке рабочему раствору, значит, используем дальше. Это в первую очередь для себя, вот себе спокойнее просто будет. Далее, так, про контроль мы сказали, в них еще, в этих тест-полосках, что хорошо, они очень простые в применении, они позволяют использовать непосредственно в текущий момент при клиенте, соответственно, плюс у них обычно, как правило, невысокая цена, и они не занимают много места на рабочем столе, да, вот маленькая баночка. Есть такое понятие, как спрей для экстренной быстрой дезинфекции. На следующем слайде мы его видим. Так вот, сразу оговорюсь, данный спрей не заменяет полноценную дезинфекцию или обработку, когда кто-то говорит, ну, то есть мы не можем заменить полноценную влажную уборку рабочего помещения, спреем побрызгали по всем сторонам, да, и считаем, что все у нас чисто и стерильно. Нет, это не так. Данный спрей, просто я сейчас рассказываю, да, чтобы мы могли, понятно, разделить каждую позицию. Данный спрей используется только для вот в сию минуту уборки рабочего места. То есть ни текущая, ни генеральная уборка не отменяют обработки рабочего места после каждого клиента, да, то есть вот одна встала, девушка вышла, мы за ней должны обработать кресло, мы за ней должны ванну обработать, мы должны стол, если это был маникюр, да, и, соответственно, все, где мог попасть наш спил и так далее, все обрабатывается экстренно после каждого клиента. Вот здесь очень удобен этот спрей. Быстренько побрызгали, опять же, в этот момент у вас может готовиться следующий клиент к процедуре, и он видит, как вы о нем заботитесь. Ну, и, соответственно, у него время экспозиции бывает от 30 секунд до 3 минут, то есть, ну, согласитесь, клиент как раз у нас в это время, пока с вами разговаривает, раздевается, готовится к процедуре, как раз он видит, как вы о нем заботитесь. Так, этот момент мы с вами проговорили. Дальше. Мы проговорили текущую уборку, мы проговорили генеральную уборку, в чем разница, разница в режимах, по которым проводится данная процедура. И единственное, что мы не упомянули, это такой момент, как журнал учета генеральных уборов. Текущие никуда не заносятся, то есть это на нашей совести. Мы утром убрались, мы вечером по окончании рабочего дня убрались. А вот генеральную мы обязаны занести в журнал. Это секундное дело. Опять же, салон красоты может назначить ответственное лицо, и, если что, в случае какой-то ситуации, также можно переложить ответственность на ответственное лицо. На самом деле, очень многие почему еще не заполняют, потому что думают, что это лишняя волокита бумажная, бюрократия, тут я должна, там я сделаю, а когда же мне работать, да, как многие говорят, а когда же я работать должна. Здесь делов, на самом деле, на несколько секунд. Мы провели раз в неделю генеральную уборку и записали одну строчку. Все, это, как минимум, нас освобождает от дополнительной, грубо говоря, дополнительного геморроя с Роспотребнадзором, согласитесь. Дальше, что здесь важно учитывать, что в этом журнале мы заносим в строку дезинфицирующее средство то же, что и внесли в журнал получения и расходования дезинфицированных средств. То есть мы должны понимать, что мы получили, купили определенное дезинфицирующее средство и его же в последующие журналы вписываем. То есть мы не можем купить средство А условно, а в журнал учета ген-уборок внести средство Б, а в журнал проведения ПСО, грубо говоря, при стерилизационной очистке, мы внесем средство С и так далее. То есть у нас одно средство, которое мы также, журнал, ну, его тоже расход рассчитывается же, это не просто так купила и пусть там бутылка где-то стоит. То есть здесь мы с вами вписываем, какого числа была проведена, ну, мы на слайдике видим, какого числа была проведена генеральная блока, какое дезинфицирующее средство и в каком процентном соотношении было разведено с водой. Дальше, точнее, какого числа первого, я оговорюсь, извините, Ирина, первое, какого числа мы назначили, то есть вот мы график, да, составили в журнале, и как раз после средства мы вписываем то число, которое мы по факту провели. То есть мы можем провести не 5-го числа образно, а 2-го. То есть раньше можно, позже нельзя. То есть хоть, ну, есть желание, хоть каждый день, да, главное не реже одного раза в неделю. Это выдержка санитарных правил. И подпись ответственного лица. То есть вот, ну, как бы, да, сами понимаете, это секундное дело. И на последнем слайдике тоже мы всегда в нашей компании уделяем особое внимание в рисках для себя и для своей семьи. То есть наши клиенты – это хорошо, это тоже наш актив, да, в который мы вкладываем свои силы, эмоции, отдаемся полностью своей работе. Но свое здоровье, оно всегда свое, его никто вам не заменит. Поэтому тоже прошу обращать внимание, что когда вот малейший этап вот неправильно пройден у нас, неправильно обработали инструмент, неправильно обработали поверхности, вот где-то забылись, ну, да ладно, сейчас еще трое придут, я потом все это дело доделаю. Чего я буду сто раз-то мыть, да, как полы, когда сейчас и так наследят мне. В итоге мы куда все это несем? К себе домой, к своим родственникам, к своим деткам, правильно? И также я говорю уже о, вот как раз здесь очень важно затронуть мастеров, работающих на дому, которые считают, что ко мне подружки ходят, я их всех знаю. Но вы, Ирина, согласитесь, как профессионал, грибок, например, не всегда можно заметить, особенно на начальном этапе, мы его можем элементарно не отследить. И какая бы у меня подружка ни была, она, ну, как бы, такой интимный момент, она не будет распространяться, что у нее что-то не так. То есть, как правило, у нас принято думать, что, ну, это такая постыдная тема для многих людей, какое-то, да, наличие грибка, люди просто принципиально не идут в лечебно-профилактические учреждения бороться с этой проблемой. Они могут сами просто не знать даже. Вот, вот. На начальном этапе мы просто можем не знать. Мы можем знать и не бороться, как у меня одна родственница тоже есть в прошлом году к своему дню рождения, говорит, мы приходим и поздравляем, 65 лет, юбилей. Я говорю, ой, слушайте, у вас, я говорю, какой красивый-то маникюр, педикюр, гель-маком покрытие у возрастной женщины, когда первый раз себе это сделала. И она мне говорит, да, я пошла, сделала, говорит, подарок себе на день рождения. Говорит, а она мне сказала, что у меня грибок, вот, серьезно, говорю, что вот родственница мужа, у нее грибок. И я говорю, и что дальше? Вот что дальше? Вот как бы, ну, видишь, что она говорит, да ничего. То есть вот разговор, я уже углубилась, я говорю, ну, что она вам сказала-то? Она говорит, да ничего. Я говорю, тебе по-моему, помощнее лаком-то лишний слой нанесу, такой серый, красивый, с блесточками. Она просто закрыла вот эту некрасивую поверхность, и она, ну, вы знаете, что грибок вообще нельзя покрытием, да, закрывать. То есть его надо усиленно лечить, от него надо избавляться. Она ей просто вот все это закрасила, и она говорит, ну, и ладно. То есть у нас вот есть еще категория людей, которые относятся к тому, что, ай, ладно, да, как там, грибок, он же, ну, и ладно, это же всего лишь грибок. А то, что ты пришла домой, разнесла это по всей родне, да, а не дай бог маленькие дети и так далее. То есть и вот, и это мастер, самое главное, я говорю, а как она работала? То есть, ну, я тогда тошная, я начинаю всего спрашивать, она говорит, ну, как, я говорю, ну, перчатки, перчатки одела, слава богу. Шапку не одела, маску не одела, надышалась, на волосах-то спил-то принесла домой, правильно? И, ну, можно не заразить, а можно заразить. А мы знаем, чем эта вся история закончилась для самой, вот, для самого мастера, мы не знаем. Я почему говорю, что вот у нас есть красивый, замечательный слайдик «Риски для семьи». Для мастеров, которые работают на дому и нас сейчас смотрят, пусть также используют в обязательном порядке. Не существует ни текущей, ни генеральной уборки просто обычным средством для мытья пола. И какая бы красивая реклама не была, как говорят там, средства, оно там, да, убивает все микробы. Да, да, как мыло «Сейфгард», которое антибактериальное, и нам не нужна антисептика. Нет, не убивает. Это все маркетинговый ход, который работает на людей. Вот, поэтому прошу вот наших коллег обратить на этот момент особое внимание. Не надо экономить на дезинфекции, не надо экономить на лишних десяти минутах проведения какой-либо именно вот процедуре обработки, потому что тоже дезинфицирующее средство, вот я еще хотела упомянуть в конце, не надо смотреть на его первоначальную стоимость, сколько стоит литр концентрата или 5 литров. Мастер или человек, который за это ответственный, может быть, администратор в салоне закупает эти средства. Смотрите всегда на стоимость вот именно готового раствора, потому что что-то разводится у нас колпачком, как по старинке, что-то разводится миллилитрами. И зачастую, если посмотреть таблички, которые приведены в инструкциях к дезинфицирующим средствам, можно понять, что одна процедура, то есть одно вот это ведро может стоить нам 2 рубля, 3 рубля, не 500, не 100, не 700, то есть не такие крупные цифры, а всего лишь 2 рубля элементарно, которые мы себе можем позволить в избежание каких-либо проблем. Да, я хочу сказать, что вот у меня тоже был такой случай, вообще, конечно, мастер-класс, я пригласила одну девушку мастер-класс провести по педикюру. Ну, как бы, как обычно, всё село, всё подготовилось, в полном обмундировании. И она говорит, ой, да я вот всегда хожу делать, а она мне там вот что-то делает. И когда я начала, и так случайно получилось, что у нас с интернетом какие-то произошли проблемы. Я просто, я не знаю, это свыше, что ли, у меня там было. Я просто когда, я говорю, ну, уже нет возможности, уже человек сидит, мне надо уже что-то делать, интернет не появляется, думаю, ладно, нужно как бы приступить. И когда я приступила, я поняла, почему интернет не появился. Даже интернет решил уйти просто, потому что это, я когда, там просто под покрытием прах. Кошмар. Вот прах. Вот я такого, вот сколько, с 16 лет я работаю, я такого еще ни разу не видела, чтобы на каждом ногте, на каждом уже дошло до корня. Вот просто все. Там вот просто, там труха. Я вообще такого никогда в жизни не видела. Я, конечно же, естественно, я все по всем там канонам, как говорится, все вычистила, все, все сняла, говорю, все срочно, просто скакать, бежать, выкинуть всю обувь. Даже обработки нет смысла делать. Обуви просто, все нужно повыкидывать, ну, хотя бы то, что, ну, не хотя бы даже, все нужно выкинуть. Если хотите, купите дорогостоящее средство, которое вам продезинфицирует ваш обувь. Я бы выкинула все, если честно. Я говорю, и вот как бы это. В итоге я встретила, ну, после нее, я не то, что там убрала, я не знаю, я раз в пять, наверное, генеральную уборку, вот я заканчивала и потом заново начинала, потому что я перед глазами у меня опять стоял этот, этот рука, и я опять начинала заново убирать, потому что я не могла. Я и чесалась вся, и мне уже там просто было плохо реально, потому что мне, я вымылась, мне хотелось уже дезинфицирующим раствором даже самой помыться, если честно, потому что я вот вообще, у меня настолько была паника и шок, вот это за 16 лет, это я уже там что только не видела. Такое количество времени. У меня, меня колотило, если честно. Это халатное отношение к своему, в первую очередь, здоровью, вот именно вашего клиента, и я не понимаю мастеров, которые на это закрывают глаза, то есть я не понимаю, как можно работать. Кто-то, вот большинство, вот на моей личной практике, говорит, я не буду с такими работать, но это тоже благодарный клиент, это у нас есть своя отдельная тема, когда мы помогаем этому клиенту. Но я не могла уже ее бросить, как бы я начала, и я знала, что нужно делать, я как бы, да, там способна все это произвести, но к лечению или к какому-то я не имею возможности приступать, потому что я, естественно, да, не врач, во-первых, нужно сдать все анализы, я не могу поставить ей диагноз, я ничего не могу сказать, я даже, в принципе, как мастер, не имела права ей сказать, что у нее грибок, я сказала, что вам срочно нужно обратиться к специалисту и, так сказать, выяснить... это вы должны как раз сделать. Я в итоге ее где-то встретила через неделю с покрытыми, все. Аптек, да? Да. Я... Я ничего больше не сказала, ну, потому что какой смысл? Ну, вот такой случай у меня... Присутствует такой аспект очень тонкий, что как она к этому отнесется, то есть не все готовы... Нет, она спокойна, мне некогда, она говорит. А, ну, это как наши родственницы, я вам, собственно, могу тоже, то же самое сказать, мне, конечно, не настолько запущено, у нее, видимо, не знаю, может, организм борется, может, еще что-то, то есть вот сейчас год прошел, год, и у нее ничего не поменялось. Видимо, там веками, видимо, все это созревало, и просто... Мне, мне ладно, ты там можешь, как говорится, в прах вообще вся превратиться, но у меня один вопрос, у тебя дети, внуки, к тебе приезжают, ходят, вообще с тобой общаются, ты берешь этого ребеночка, маленького, на руке, с ногами, все, вместе ты касаешься себя, потом этого детеныша, я вообще, для меня это ужас ужасный. Вот это отношение людей, я говорю, вот у нас то же самое, у меня дочери год, и она говорит, ну а что вы к нам не ходите? А я прямо напрямую говорю, если вы хотите, вы ко мне приходите, у меня есть для нее каждый раз отдельные новые тапочки, и вот только до ковра, на ковер ребенка ни в коем случае, и она не понимает, она говорит, ну это же грибок, ну и что? Я говорю, вы не понимаете, что это такое? Это вы уже всю жизнь практически прожили, но если вам не плевать на свое здоровье, извините, ей год, ей всю жизнь еще с этим жить, я не позволяю, вот я говорю, с тех пор, то есть мы вот даже, ну то есть людей не переубедить, но вот в этом случае, если у мастера, естественно, не получается, вы порекомендовали обратиться в ЛПУ, да, если человек не идет, это естественно его личное дело, сугубо личное. Слава Богу, она не мой родственник, потому что вы, у вас каменная выдержка, я бы там, я бы била бы там уже во все барабаны, да, я бы ее бы, хоть, не знаю, связала бы и отвела, потому что, или как-то там отвезла, потому что, ну, как бы общение с ребенком, оно бы прекратилось просто, вот, 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 как бы так вот. в основном вот приходится с такими родственниками в основном на улице на прогулке общаться, то есть, когда уже острая потребность какая-то возникает, тогда да. Ну, вот, такие, к сожалению, люди есть, их огромное количество, которые халатно относятся к своему здоровью, это, как правило, то поколение, да, которое, в советских времен, которые считают, что, ай, да, это диатезик он пройдет, ай, это грибок он пройдет, то есть, вот такие, вот такие, к сожалению, клиенты есть, но здесь наша ответственность, ответственность мастера, в первую очередь, за последующего клиента, свое здоровье, то есть, для меня вот лично, я туда провожу все обучения, всегда говорю, о себе сначала думаем, вот сначала о себе, потом, и во второй очереди, о своих последующих клиентах, этот не хочет, но не надо, вы порекомендовали, вы заставить, вы не заставите, сделали от себя все возможное, но следующий клиент, у вас должен быть в безопасности, так же, как и вы, и ваша семья. У меня часто мастера еще спрашивают, что, и как вот в следующий раз, я говорю, как, не принимать. Да, вы имеете право отказать в корректной форме. как же бы, она же вот, я говорю, не принимать, не принимать, просто, если ей наплевать на свое здоровье, и фактически ей наплевать и на ваше здоровье тоже, и на всех остальных людей, которые к вам приходят, здоровье ей тоже наплевать. Почему я должна не наплевать, по факту, на нее, на ее потребность быть красивой, если она наплевала на мое самое ценное, и на моих клиентов тоже, на тех людей, которых я уважаю, и люблю, и хочу, чтобы они оставались со мной. Поэтому тут как бы, наплевательские особенности, они как бы, в принципе, взаимно, да, как бы, мы в принципе поняли друг друга, да, они как бы, уже уже наплевали друг на друга, и, в общем-то, живем уже отличным образом, по раздельности. Многие мастера, наоборот, вот по нашей практике, по семинару, многие мастера, наоборот, боятся принимать. То есть, если нет, действительно, там образования какого-то, если не медик, если в патологии ничего не смыслишь, но они наоборот, то есть, если у кого-то есть какой-то начальный уровень образования, вот этого, да, как бы, осведомленности, хотя, ну, вот сейчас проходят курсы, вы проходя эти курсы, вы сам минимум получаете, вот это, вот это все опасность инфекции, вы получаете эту информацию, то почему же, когда у меня сидит 100 человек, и из них большинство, большинство говорит, ну, а как я откажу, по тупи взгляд, ну, а как я откажу, я же ее потеряю, я говорю, сколько вы берете в регионе, в какой-то, сколько вы берете за педикюр, она говорит, 800 рублей, ну, да, вот это была одна ситуация, она говорит, 800 рублей, я говорю, а теперь представьте, сколько стоит сдать анализы, да, потом приобрести себе необходимые медикаменты, пойти, например, к платному хорошему врачу, да, специалисту, вы потратите в разы больше, то есть зачастую мы просто не сопоставляем вот эти риски. Но тут даже другое, во-первых, если они работают в регионе, все друг друга знают, всегда тайная становится явным, рано или поздно, если отказать клиенту, и, соответственно, по причине заболевания этого клиента, и по причине того, что он не хочет, отказывается, так сказать, заниматься лечением, и вы ему вправе имейте, я вот хочу сказать, я готова бороться вместе с ним, даже имея патологическое какое-то образование, я готова с ним бороться, но если человек сам не хочет бороться, я за нее бороться не буду, она будет сама решать, вот, я ее никогда в жизни больше не приглашу, она будет покрывать, там, что-то ходить, я ей все почистила, направила, да, сказала, то есть ей не надо уже ничего, я ей все вычистила, ей надо было только прийти и заняться как бы лечением, по рекомендациям, так сказать, специалистов, все. Если человеку я отказала, и он пришел к своей подружке, допустим, это целый клан, таких людей, которые к тебе ходят, у меня, в мое, ну, когда я работала активно, у меня прям были целыми отростками, да, от одного клиента, целыми вот такими группами, и если я, допустим, одному из этих членов этого общества сообщу, что я не буду принимать этого человека, потому что он наплевал на свое здоровье, и на вот этих всех людей, которых, да, которые ко мне приходят, я буду права, и каждый, кто ко мне придет, я скажу, ребята, такая ситуация, пусть она оспорит это мое мнение, грибок, или там, заболевание, я не знаю, что это такое, я попросила клиента сходить узнать, если я ошибаюсь, без проблем, я приму это, соглашусь, скажу, да, 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 покаюсь, извинюсь, я не знаю, все, что угодно, принесу свои извинения, и с благодарностью, если она захочет ко мне прийти, пожалуйста, приходите, вот, если это, если я не права, если я права, то это оценит вся вот эта группа, конечно, и скажет, да, 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 она, конечно, нам очень близка, мы ее замечательным образом любим, но мы очень не хотим, чтобы этот грибковый человек к нам тут сюда приходил, и нам тут вот эту атмосферу нашу портил, правда же, да, то есть, как бы, я скажу, ой, я люблю свою подружку, но если у нее грибок, да, я, пожалуй, к этому мастеру уже, как-то не очень хочется ходить, то есть, как бы, ей аргументов вообще никаких, я потеряю одного человека, но приобрету доверие тысячи людей. абсолютно верно, абсолютно верно. А если я ее с грибком буду принимать, и вдруг, где-то, когда-то, неожиданным образом, всплывет то, что я ее принимаю с грибком, и ничего дальше не происходит, а это когда-нибудь обязательно всплывет, потому что, как я уже сказала, всегда тально становится явно, рано или поздно, что-то произойдет, тем более клиенты, они, как бы, такие, были менее, в моей практике, менее, такие случаи, уж страшные, как, например, заболевания, да, когда люди могли просто отлепиться, вот этим всем, обществом, от меня, да, там, допустим, непонимание меня с клиентом, допустим, невозможность записать всех одновременно, и они все обижались, и хором уходили. Потом некоторые перебежчики приходили, но, тем не менее, не в этом даже дело. смысл в том, что, если узнает об этом хоть один, вот тогда, особенно в регионе, это все, это будет крах просто твоей карьере, потому что, если ты будешь принимать этого человека, одного, которому ты побоялся, постеснялся ему что-то сказать, вот тогда это будет скандал, вот тогда это будет реальный скандал. Вы же не тычете пальцем и не говорите, ай, там, ну, как в детстве, фуза разной образно говоря, да, то есть, ну, а тут уже ничего такого как бы нет. Вы порекомендовали обратиться в лечебное учреждение, это нормально, я, ну, не знаю, я, это повсеместно, это повсеместно, вы можете прийти к одному врачу, он скажет, вы знаете, что у вас проблемы в другом, и спокойно направит почему-то, да, не боясь вам порекомендовать. Вы порекомендовали, но вот очень многие, к сожалению, у нас сейчас относятся к этому вопросу так. Ну, во-первых, вы же его не в психушку отправляете, это первое, что, чем может быть там оскорбиться. Хотя иногда хочется к специалисту, чтобы обратились, вот, да, как бы это первое, да, во-вторых, как говорится, во-первых, у нас уже все осведомлены о каких-то пакетиках. Да, да, о каких-то. Каких-то. Значит, вы о пакетиках осведомлены, о том, что я, как мастер, имею право вас, вам сделать, как позаботиться о вас, о вас, и сказать, дорогой мой любимый клиент, я очень, исключительно, из-за заботы к тебе советую обратиться, просто к человеку, который это понимает. Не надо это называть врачом, специальное учреждение, или там вам нужно сдать анализы какие-то, ну, вот эти страшные. Можно просто сказать, к человеку, который это понимает. Я в этом не разбираюсь. И тогда, мне кажется, когда ты вот с открытым, да, как говорится, забралом, спокойно, человеку реально, с доверием, и, да, с какой-то заботой обратишься, не будет скандалов, и не будешь ставить, у вас грибок, или там еще что-то. и самой диагноз ни в коем случае нельзя ставить, у вас, не имея, есть и образование. Еще многие, мне кажется, знают, что... Медспециалист, имеющий образование, не имеют права ставить диагноз без анализа. То есть, врачу, придя к врачу, и он мне скажет, у вас грибок, я скажу, знаете что? Вот, как бы. И пойти к другому специалисту, потому что специалист не имеет, не любит никакой. На глаз, он не лакмусовая бумажка, он никаким образом не может определить, кроме анализа. Поэтому тут уж... А в мастерах маникюра вообще? Мы кто? Многие еще боятся показаться необразованными в этом вопросе. Но я считаю, что лучше быть необразованной в этом вопросе. То есть, мы не обязаны знать всего. То есть, каждый человек именно профессионал своего дела. Поэтому я... Ну вот, вы абсолютно правильно говорите. Можно абсолютно корректным языком порекомендовать, уточнить этот момент, да? Лучше проконсультироваться. Так как я, я не специалист. Я бы вам... В этом нет ничего такого. Но, к сожалению, многие мастера боятся. А если все это дело еще и совместить с тем, что мы иногда ленимся где-то что-то помыть, убрать, почистить, то все это может вылиться в очень печальные последствия. Вот за все годы существования нашей компании, к сожалению, очень часто много ситуаций у нас было. И на моей практике было и когда в салоне летальный исход был. То есть, вот просто элементарно у клиента не уточнили один маленький нюанс, и все это печально закончилось. А это, извините, уголовное дело. То есть, это уже не просто так, да? То есть, где-то потеряли клиента, где-то заплатили колоссальные штрафы, заразили себя, свою семью, и вот так печально все еще может закончиться. Ой, не дай бог вообще. Нет, мне всегда нравится, когда люди приходят к врачу, и когда их врач начинает таскать по всем, там, по всем врачам, сдавать все анализы, они что-то не возмущаются в этом плане, да? Что, так, вот, наверное, вот к этому, он перечисляет, вот к этому специалисту, вот к этому, у меня одна моя подружка знакомая пошла к одному специалисту, оказалась в морге, в прямом смысле слова, она не умерла, нет, все с ней хорошо, но ее туда послали за предметным каким-то стеклышком, короче, за специально это, и когда, почему-то у них это находилось в морге, и когда она мне позвонила, вот смешно и грустно одновременно, когда она мне позвонила, вся в слезах, а она побывала перед этим в онко, в онко, вот в этом комплексе, потом еще, и когда ее уже спустили, вот за этим предметным стеклышком, простите, в морг, она мне позвонила, рыдая, я говорю, спокойно, это просто врачи, для них это ничего не значит, это нормальное, ну для них это, это просто тело, для них вот такой кусочек тела, и все, ты просто мечешься, там, и все, и когда, и бывают случаи, когда ты массу всего сдал, и ничего не, на самом деле, не было страшного, и там, про фармакологию, это отдельная там история, но смысл в том, что почему-то врачам мы, блин, доверяем, и говорим, надо сходить в морг, ну хорошо, и идем в морг за предметным стеклышком, а когда у нас просто, просто грибок, мы жмемся, мнемся, строим из себя, там, там, каких-то там, ага-ха, как мне, могли так, меня так оскорбить, а когда тебе в морг послали тебя, блин, не оскорбили, вот этот вот момент вообще не учитывается, поэтому, мне кажется, мы сходим в конце концов, вот на этой, можно сказать, счастливой ноте, да, мы так вот, подытожили, называется, это тесно, заканчиваем, да, спасибо вам большое, ой, вообще было приятно поговорить, как обычно меня, да, как обычно скажут, ну, это на бок вечно влезет со своими комментариями, вот человек все по делу говорил, она тут вот начала всякоразно рассказывать, спасибо, было очень приятно поговорить на данную тему, и, по-моему, настолько она раскрыта, и настолько очевидна, что многие блогеры, которые пишут сейчас различные посты по этому поводу, поэтому девушки, кстати говоря, и знают о каких-то там пакетиках, вот, только ленивый сейчас не написал пост о том, как должно быть что-то где-то, и это все написано таким бредовым там вообще методом, что, как всегда, я всегда и везде хочу сказать, ребята, читайте, в Санкин все прописано. Все, вот мы сейчас рассказываем об этом обыкновенным человеческим доступным языком, даем возможности, да, узнать различные средства, и, кстати говоря, по средству хотела узнать, уточнить один момент, вот по чистодезу, эстилодезу, да, эстилодез, правильно же я сказала, да, назвала, вот, и в каждом, в каждом дезрастворе вообще, в принципе, кстати, на дезреестр.ком или .ру, дезреестр.ру, кажется, есть все таблицы по дезраствору, в том числе и эстилодез, и чистодез, правильно я говорю? Да, там есть все средства, которые на данный момент разрешены Роспотребнадзором, то есть прошли проверку и имеют всю необходимую документацию, это очень важно, очень важно. Да, это очень важно, потому что при проверке обязательно спросят всю необходимую документацию, где прописаны, соответственно, все таблицы разведения, правильного разведения в каждом этапе и по каждому режиму, и это касается и уборки, это касается и обработки, и пристреляционной подготовки, да, и всего остального, поэтому нет смысла, да, как бы уточнять, или там, вот мне часто пишут, Ирина, а как разводить то средство? Вот, кто не знает, как разводить то или иное средство, кто не знает, пригодно оно к работе или нет, как выяснили, истиладес и чистодес мы точно проверили, с учетом того, что чистодес и истиладес разработан таким образом, что не нужно постоянную ротацию делать вот этого, правильно, да, я говорю, этого средства, потому что там каждый раз штампы меняются. Я вот хорошо, Ирина, что вы в этот момент подняли, у меня немножко, я пока тараторила, немножко упустила, в медицине требуется ротация диазраствора в производство в коммунальном бытовом значении, то есть в нашем салоне красоты не требуется, почему? Потому что если мы работаем в направлении, это мы как раз есть такая тема, да, как обработка инструментов, вот там мы более подробно затрагиваем, что если мы работаем в направлении, где нет нарушения целостности кожных покровов, то мы ограничиваемся дезинфекцией и предстерилизационной очисткой инструмента, и это уже подразумевает работу с менее опасной условно-патогенной микрофлорой. Когда мы говорим про маникюр, педикюр, косметологическое направление, мы работаем с условно-патогенной, с условно-патогенной, опасной микрофлорой, и мы обязаны завершить процедуру очистки стерилизации. И стерилизация, она сама по себе подразумевает слово стерильность, а значит стопроцентную чистоту. И в этом случае не требуется ни в одном санпине по комбыту не написано, что мы должны менять раз в год и так далее детсредства. Это всего лишь уловки маркетологов, скорее всего, тех средств, которые хотят, то есть, ну, тех компаний, которые хотят переманить клиентов к себе. В медицине, да, там берется раз в два, в три месяца смыв, после, например, генеральной уборки. И если патогены или условно-патогены микроорганизма остаются у нас, да, где-то на поверхности, в этом случае, да, действительно, нужно менять детсредствор на уже другой, с другими активными действующими веществами. Именно в комбыте этого не нужно делать, поэтому, если вы привыкли, во-первых, мы детсредства тоже ведь покупаем с запасом, мы же его не одну бутылку взяли и потом звоним и говорим, здравствуйте, у меня срочно у меня тут кончилось. Нет, у вас должно быть по санитарным правилам, по требованиям запас минимум на один месяц. И, естественно, бежать резко, менять средства никто вас не обяжет, поэтому это тоже миф, это миф, который существует, ничего не нужно, никакая проверка не придерется. В салоне красоты это не требуется. Ну, и я хочу сказать, что мы уже разговаривали об этом, вот конкретно вот этих средств касается, что вот завод по этим средствам автоматически делает сам, каждый раз меняет формулу для того, чтобы, да, то есть, вот это конкретно, вот этих двух средств, чистодез и стилодез, касается именно то, что можно не менять за счет того, что завод сам каждый раз, даже уже, наверное, медицинским учреждением, то есть, вот кто с этим заводом, ну, да, естественно, есть средства для медучреждений, да, действительно, проводятся. Они вот, да, вот как, кстати, вот нас это тоже касается. Рассказали, сейчас очень продвигают это, что раз в три месяца нужно менять дезраствор, как вы сказали, это уже, ну, вот этот ход, коммерческий ход, да, такой, вот, а если кто-то еще сомневается, то это точно гарантировано, что завод, он сам меняет постоянно вот эту вот формулу для того, чтобы не было привыкания микробов к данному, это, поэтому я выбрала Чистодес и Стеллодес, сейчас активно им работаю и в уборке, соответственно, использую, и в дезинфекции, стерилизационной, при стерилизационной подготовке и всех уборках, скажем так, даже текущих и между клиентами непосредственно вот этот раствор, у меня еще есть и готовый раствор уже в крае. у нас и многие коллеги у меня пользуются также и в домашних условиях, у меня есть, например, спрей из Теллодес, у меня дома живет кошка и годовалый ребенок, поэтому кошка, сами знаете, и в ботинках полежит, она хоть и домашняя, да, и обладает своей какой-то микрофлорой, и все это таскается по всей квартире, поэтому это абсолютно можно спокойно использовать, это если касается как раз мастеров, которые работают на дому, тоже, да, в этом случае можно использовать, это безопасно, в первую очередь, как раз вот то, о чем мы говорили, сегодня четвертый класс опасности. И смывать это не нужно, соответственно? Нет, нет, они не требуют смывания из-за четвертого класса опасности, если будет второй, третий, да, четвертый не требует смывания вообще. Вот. То есть, когда поверхности побрызгали, единственное, Ирина, смывается только в том случае, если поверхность контактирует с кожным покровом, то есть, вот как раз инструмент промыть можно, нужно точнее, а поверхность стены, да, после уборки не надо дополнительно промывать. Ну, смывание, это, скажем так, включается в пресс-серилизационную подготовку, правильно? Но это все указано, кстати говоря, в реестре, на дезреестр, да, вот этот вот точка.ру, там указано в таблице, все что-то, уже сейчас вот не надо даже от магазинов требовать, чтобы нам присылали вот эти сертификаты, все закроют. Все собрано. Да, там все написано. Если ты работаешь, ты обрабатываешь механизированным способом, это одно, если ты ручным способом, там, это другое, сколько смывать, сколько в проточку надо, вообще все описано, как, что нужно делать. Так что исключается, да, момент. Все подробно. Да, да, да. Ну вот, вот как-то все, все я, все, что я хотела сказать, я сказала. Спасибо большое. Было приятно. Спасибо вам, Мари, пообщаться. До новых встреч. До свидания.